уважаемые слушатели мы тогда потихоньку начинаем надеюсь к нам еще присоединяться нам слушатели позвольте сегодня представить нашу тему нашего спикера сегодня состоится онлайн-тренинг от известного исламоведа докторанта PHD казной имени Альфараби господина Аланбека Тупашева в рамках нашего тренинга у вас будет возможность прослушать лекцию на тему особенности освещения религиозных тем в казахстанских СМИ основные ошибки журналистов и способы их недопущения бездем бэр лекция казахша булады судан киин урыша бэрдариз булады Сызгекуа прахмет ну слово предоставляется вам спасибо большое что нашли время к нам еще должны присоединиться слушатели спасибо Tei бэр лекция альбек элбек элдэ кадрмен де ахпорат Девинский дэгоншэй дэгоншэй дэр аппарат джурмалис дэр күнер калинга эзен мен озын кэм Элбек даныстырпеттэ ислам тамышмы эндэ исламы огонь гта хабальянсы и исламы тұргына заэт тэрсэм бэр ёр альбек элбек 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 элдэ кэaram дэлдэ элдэ ислам тамышмы Продолжение следует... 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 Фундамент болт, дыне. Бізге кирп кеткені, біздің, о кем споры, біз шамалы ажырап белгел бір вақыттан кейін, дыне бір кеміз болмай қалды. Сол кезде бізге кирп кетті. Түркияның кірмеген себебі, халқтың, олар бұлдандықта болған жоқ. Басқа бір мемлекеттің оласында болған жоқ, өзің дыне еркін етті. Өзің дүндері туралы бір мағылматтар бар еті. Сол үшін мағылматтар бар болған үшін кірген жоқ. Бізде шөлер кеген қалққа біз бірінші кездерде арап көрсеп, түрк көрсеп болды, мұслыман болады қателі жасамай деп ұлттып. Ерлің қазір жаңа үшін көрсі 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 көрсі. Қазір жаңа қазір біздің қазақстанда көптеген қазір біздің қазақстанда көптеге. Продолжение следует... 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 Болгысының диалога шахыргандыру. Болгысының толерантлығын диалога шахыргандыру. Болгысының де әрекеті мектеп өл ашылы халқа болгысының ұстанымын анай болан қазірге айтып отырған мүсілмандардың әлсереген вақытларында. Мүсілмандардың әлсіз болуындағы себеп дейді. Бүрінші білімсіздік дейді. Екінші бөліну дейді. Бөліп-бөліп көріп. Мұнауына, мен ұнауына, мен ұшыншы керейлік дейді. Бұның барлығында жоятын білімдейді. Біздің негізгі дәніміздеде білімге көп көңіл бөлген. Негізгі ең бірінші Исрамының сүкен айыт оқы. Бұның барлығында жаратқан адымен оқы болды. Айғамларымызда өзің сөйліктіңіздер, мен мұғалым, иннама бұғайсты мұғалымен мұғалым ретінде жібердің білімді. Бүйретуші. Ең бірінші айғамларымыз мүмкіндік болған кезде, меккеде мәдейін әлкесті барыған кезде. Мекке башты. Асқа бұл сұлқа дейміз. Бірінші мәселеде, қалыпты білім мәселесіне көңіл бөлді. Сон жауапты көңіл бөлгендігі өзінің қызы Фатима бір көмек сұрап келгендіздер, айтып, мен асқа бұл сұлқа ашы тұрған кезде мен сен ойлаймын деді. Сонда бірінде көңіл бөлгендігі. Және де, ең бірінші, Исламдағы жорып, бәлір соғысында тұтқынға түскендер бар қарсы жақтар. Мұсылмандар және де тұтқынға түскендердің ең бірінші, оларды босату жағын қарастырды. Бірақ босат өз бастарыны құн түлев алын еріп бұл. Әлембай күйер. Бұлмасы бір оң адамға оқу жазыл үйрету. Бір оқу жазыл білетін бір тұтқын оқу жазыл білмейтін бір оң мұсылманға жазыл үйретсе ол босатылды. Бұл жерде білімге көміл бөлгендеге байқалы. Бұл фетулаг білім оғысы де осы жағында көміл бөлген. Меткептер ашуға халпты, соған шағырдан. Белимсіздік. Біздің ең илкен душканымыз. Бөлінуне адамзаттың бір-бірмен бөлінуне де осы себеп көрті. Жаңағы негізі. Абайдың бір жақсы сөз бар ол. Мағабеттен жаратқан адамзатты сен өзіп ол аллаңын жаңындар. Бүкіл адамзатты жақсы бөлігі негізге. Құстаның осы болғырып. Бүкіл адамзатты біз адам ретінде бүкіл адамзатты жақсы бөлігі өлігіміз. Олар үшін адамзат үшін қызметтерді өлігіміз. Бізді қазақта салихал ұрпақ дейміз. Салихал деген сөз не деген сөз? Ваамминус салихат деп Құранда салихамал үстевшілер деп айтылады. Ваамминус салис салихат салихамал деген негізі салихал ұрпақ деймізде дәнімізде салих деген. Жақсылықты екі термин мен айта қасанат салихат. Хасанамал үстеген қарсылығында белгіл бір сауа болады. Салихамал деген басқасы үшін істелген жақсылықтарды негізі салихамал деген. Бізде де қазақтада салихал ұрпақ деген беседі басқаға жақсылық жасайтың елді ойлайтың бір ұрпақ болсын деген сөз жағы. Атаның баласы болма, адамның баласы болды деген қазақты басқаны ойлайтын деген. Сонда ұрпақ болуын тілеуді негізі. Мұна жаға мектептегі ұсынғандағы себептегі әрине, ұранда да айырты бір жаға білгендеріне білмейдімдер бірмәдер. Кім оқыды әрине оқығаннан мен көз әшіп олады, оның үмірге деген көз қарасы басқа болады. Ол басқаның сұйлай біледі, адамыз ақты сұйлай біледі, жарап істі сұйлай біледі. Сол үшін біліміздері әлім маңызды. Ол қысының де әлім біктеп ашуына ұсын қалыпта, сондағы қасып келерде, сондағы қысынық сеттен мектептектер ашуына сүлікке болғын қысын. Қүшелерім ұл қысын бұра малымады. Аға. Сонымен ғалымбек өзіліс часаймыз ба? Демаласыз ба? Бір он минут? А? Да, бір он минут өзіліс часаймыз, қайта кресіз, вернее, кет қалманыз? Аға. 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 Я обращаюсь к вам, дорогие слушатели. Қалымбек является очень таким компетентным специалистом в области ислама, исламоведения. Он получил образование непосредственно в Турции, ведущем университете Манмары. Сейчас обучается в докторантуре Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Очень большой знаток Корана, хадисов, можно сказать, он хадисовед, корановед. Вот. И отлично владеет турецким, арабским языками, то есть читает литературу свободно на вот этих языках. И поэтому, если у вас будут вопросы к нему на русском, на казахском языке можно, он также владеет и русским языком, он просто скромничает немного. Вот. Вы можете задавать ему минут, наверное, на десять тогда сделаем перерыв и после перерыва продолжим. Мы знаем, что ислам сейчас это самые исламские проблемы, это самые животрепещущие проблемы, не только потому, что с исламом связывают фундаментализм, различные салафитские течения и так далее. В настоящее время мы с вами видим буквально возрождение исламской философии, исламской цивилизации, культуры. Сейчас говорят о межцивилизационном диалоге культур, религии, где решающая роль отводится исламу, в частности, евроисламу. То есть с исламом очень много проблем. И как освещать эти проблемы в средствах массовой информации, это очень проблематичная проблема. И поэтому у меня к вам просьба, как можно больше таких острых проблем, вопросов готовьте к Голымбеку, и он обязательно ответит на эти вопросы. Тогда минут на 10 сделаем перерыв, и после перерыва мы продолжим обсуждение непосредственно проблем, особенностей освещения религиозных тем в средствах массовой информации, в частности, в Казахстане. И какие ошибки допускаются журналистами при освещении столь тонких проблем религии. Какие вопросы есть непосредственно Голымбеку? Безусловно, проблема ислама, исламского фактора, это очень сложная проблема в современной журналистике. Какие вопросы у вас есть? Мы знаем, что средства массовой информации являются главным источником информации, которые влияют на массовые установки в прямом и в переносном смысле слова. То есть СМИ могут и в позитивном аспекте представить те или иные религиозные проблемы, могут и в негативном аспекте представлять. А в негативном аспекте эти факторы чреваты, мы знаем потом, конфликтогенными различными ситуациями. И, к сожалению, журналисты в погоне за сенсацией не гнушаются никакими методами. И в этом случае хотелось бы привести вот несколько таких примеров, ну, такого анекдотического характера. Например, пока Голымбек думает, о чем можно дальше, так сказать, продолжить этот разговор, я немножечко разрежу вот эту ситуацию. Приезжает он в Париж, папа Римский, с визитом. И тут сразу же осаждают его машину журналисты. И как только нога папы Римского вступает на парижскую землю, один из журналистов задает вопрос и говорит, как вы относитесь к женщинам легкого поведения. И тогда папа Римский опешил, и невольно у него возник вопрос к этому журналисту. А что, в Париже есть такие женщины? И на следующий вечер или утро все парижские журналы вышли под заголовком, что папа Римский, вступив на парижскую землю, сразу же задал вопрос. А если в Париже вот такие женщины, понимаете, и потом средства массовой информации якобы раздули этот факт, и потом пришлось писать опровержение непосредственно пресс-центру римского папства. Это очень такой вот вроде бы анекдотический случай, но такие иногда факты встречаются. Реальный жизненный факт. Например, папа Римский, когда тоже с визитом одну страну совершал, решил пройтись по улице, пообщаться непосредственно с населением. И он тут увидел мальчика, который горько оплакивал смерть своей собаки. И когда он узнал, в чем причина, он погладил по головке этого мальчика и говорит, не беспокойся, твоя собака обязательно попадет в рай, то есть на том свете. И после этого журналисты, которые сопровождали папу Римского, начали уже публикации делать в газете, что оказывается животные тоже, в смысле собаки, попадают непосредственно в рай. То есть вот это вот недопонимание, можно сказать, тоже выступает одной из самых таких вот распространенных ошибок в области журналистики. И эти ошибки, особенно применительно к исламу, когда вот над основоположениями религии начинают вот в не том свете представлять, они играют весьма потом драматическую и даже трагическую роль не только в исламе, но непосредственно и в других религиях. И в этом отношении мы помним конфликты между церквами православными, например, в Украине далеко за примером ходить нельзя, не надо вернее, и Московье, между, например, исламом и сунницким, там шиитским. То есть примеров в этом отношении можно приводить сколь угодно много. И в этом отношении журналистам нужно быть предельно политкорректными, освещая религиозную тематику. И главным принципом журналистов должен быть принцип «не навреди». Вот этот принцип – это самый главный принцип журналистики, поскольку, еще раз повторяю, что от журналистов зависит объективное, непосредственно, так сказать, объективное представление той или иной информации. И в этом отношении журналистика, безусловно, играет весьма существенную роль в развитии вот этих процессов. Но следует отметить, что журналистика и религия, они друг с другом очень тесно взаимосвязаны. Начиная еще с первых моментов существования религии, она всегда стремилась именно выйти на публичный уровень своего развития. И в этом отношении мы можем сказать, что это начиная с древнейших времен по настоящее время. В древнейшие времена вот такие руководители религиозных объединений, как гуру, жрецы и так далее, они были рупорами, журналистами своего рода, непосредственно поддавая населению ту или иную информацию. Но эта информация, безусловно, облекалась в различные религиозные формы. И такая ситуация, она существовала особенно в средневековые века. Это почти чуть более тысячу лет на христианском Востоке, а в исламском мире гораздо больше. По настоящее время непосредственно Голымбек не даст мне сказать неправду. И почти тысячелетнее господство религии в средневековом обществе, когда те же религиозные деятели выступали и в роли непосредственно журналистов. В новое, в новейшее время, когда уже появляются, так сказать, печатные СМИ, когда появляются радио, телевидение и так далее, тогда уже роль этих рупоров берут непосредственно светские журналисты. И в этом отношении мы должны сказать, что именно вот светская журналистика и религиозная журналистика в разные времена, они сосуществуя друг с другом, жили то в гармонии в мире, то у них, особенно в исламских странах, возникали определенные противоречия друг с другом. Поэтому две вот эти тенденции, с одной стороны, секуляризация общества, которое происходило и в исламском мире под влиянием в 20 веке социалистических преобразований. Это особенно страны Магриба, Египет, мы можем сказать. С другой стороны, возрождение религиозности. Они, конечно, наложили определенный отпечаток и на развитие светской журналистики, и на развитие непосредственно религиозной журналистики. Мы можем сказать, эту тенденцию мы наблюдали непосредственно и в нашем казахстанском пространстве. Особенно давайте обратимся к 90-м годам прошлого столетия, когда происходили вот такие сложные процессы, обусловленные распадом огромной моноидеологической державы Советского Союза. И, так сказать, когда марксистская моноидеология исчезла, а на ее место заместители этой идеологии еще не пришли. И на замену что приходит? Приходит непосредственно религия, религиозная идеология, различные миссионеры. И давайте вспомним средства массовой информации, которые непосредственно, так сказать, вот это пространство, духовное пространство заполняли различными телепередачами, где показывали по телевизору различных экстрасенсов Чумака, Кашпировского, которые заряжали воду, производили с экранов телевидения различные сеансы исцеления. Помимо этого, я помню, у нас на казахстанском телевидении различные сары, аулие и так далее заполонили наши телеканалы, непосредственно газеты наши и так далее. То есть в это время, время, когда наступал духовный вакуум, когда непосредственно люди не могли выйти вот из того духовного мировоззренческого тупика, рынок вот этих спиритуалистических различных услуг у нас в казахстанском обществе, он стал нарастать. И этот рост шел чуть ли не в геометрической прогрессии, пока уже общество не почувствовало вред вот этих различных гуру-целителей непосредственно на психологическое, физическое, соматическое здоровье человека. И пока не были приняты соответствующие законодательные акты, законодательства в этом отношении. И поэтому журналистам нужно быть особо, ну так сказать, чувствительными вот к этому религиозному нерву. Потому что это непростой феномен, непростое явление в этом отношении. Но следует сказать, еще ошибки какие делают при освещении религиозных проблем. В частности, у нас Голымбек раскрывает проблему ислама. И когда раскрывают проблему ислама, некорректно используют ту или иную терминологию, которая также порождает определенные конфликтные ситуации, особенно в исламской среде. Например, парламентарии, депутаты в России, насколько я помню, еще в 2010-е годы выступали за то, чтобы в СМИ запретить использование таких слов, как «шахид», «джамаат», касающихся действий непосредственно террористов. Мы, например, говорим «поезд шахида», но он абсолютно никакого отношения к террористу не имеет. Под шахидом в исламе чаще всего понимали воина, который жертвует своей жизнью во имя защиты своей родины, во имя защиты своей семьи. И здесь нет никакого террора, чтобы во имя веры уничтожать непосредственно людей, особенно ни в чем не повинных, понимаете, людей, и совершать вот эти различные терроры. Поэтому шахид никакого отношения к террористу не имеет, понимаете, которые взрывают себя и взрывают десятки различных ни в чем не повинных граждан. И в этом отношении тоже вот это слово «джамаат». Джамаат тоже применяют по отношению к различным группировкам вот этих вот террористов, объединениям и так далее. В переводе «джамаат», конечно, означает группа или сообщество, но их не надо применять к незаконному вооруженному формированию людей. А под незаконным таким формированием людей мы, естественно, имеем в виду вот этих террористов. К вооруженным формированиям относятся очень много различных террористических групп. И за примером далеко ходить не надо. Это ИГИЛ, который с 2014 по 2016 годы проводил широкомасштабные военные действия на Ближнем Востоке, особенно Сирии, пытаясь создать государства Ирака и Леванта. Под Левантой понимают государство Леван непосредственно, государство Сирию и, конечно же, государство Израиль. Это называется государство Леванта. И, конечно, у таких террористических групп идея – это создание всемирного халифата наподобие усманского халифата, то есть как-то реинкарнировать вот эти процессы. Это то, что касается ислама. Используется еще очень много различных терминов, которые вырываются из Корана, которые вырываются из хадисов пророка Мухаммада и так далее. И они представляются журналистами вот в таком вот негативном аспекте. Если касаться непосредственно христианства, то журналисты также путают некоторые понятия. Например, пустынь – это уединенный, так сказать, монастырь с пустыней. Это я сама читала такую статью, где вот проводилась параллель вот этой пустыни уединенного монастыря с пустыней. Или, например, кадила. Некоторые называют это люстрой. Хотя кадила, мы знаем, что это такое. Это специальный атрибут, который используется во время культово-ритуальных действий. И непосредственно священнослужителями. То есть можно приводить множество таких фактов в освещении СМИ религиозной проблематики, когда те или иные понятия, к сожалению, используются не в том, так сказать, смысловом, содержательном аспекте, который они представляют. Для того, чтобы глубже понять эту проблему, давайте обратимся к Голымбеку, чтобы он эту проблему, которую я обозначила, показал, как это раскрывается на материале непосредственно ислама. Поскольку он является, я это не скрываю, очень, я еще раз подчеркиваю, профессиональным специалистом в области исламоведения. Он, в частности, является автором многих вот таких вот книг, связанных с толкованием Корана и с толкованием некоторых хадисов пророка Мухаммада. А это очень сложная проблема в исламоведении. Пожалуйста, Голымбек. Рахмет Апай. Поскольку вы у нас основной гость нашей программы. Ага, пожалуйста. Рахмет Апай. 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 Утангасынысты төбеге келген Кайтуалып келді Жағдай жасады Ол жердеде не болды? Бір кателесу болды Оны да уйымдастыр бұлтқан Айталмаймыз Бір динның Атынан астиваты Көріністі солай болып жатыр Бірағын мінанда Сөзде бар Казақта бұл сөз бар Атын өші жер өртеді Бұлзінде Белгілі бір мәшқұр адам Бұлатын десен бір келіңсіздік істе Ол да жаңа кейбір Байығын келсен Дүн өйлап тапты Сонда өкіншікі орай Иғыл Исламды жамылып Сонда бір ойым болды Иғылда екі жыл өмір сүртті қайттан кетті Бұл қалқа Ақпаратты жеткізу Әрине бұл Журналисттердің Роли бар бұл жерде Дұрыс ақпаратты Жеткізе білсек Біз бір жағынан өзіміздің Міндетімізді өзіміздің Жаңағы Мамандығымызды Атқарған боламыз Халқа Жақсылғы жасаған боламыз Бірақ Дұрыс ақпарат Жеткізу Маңызды Оны жаңағы алында Айтып кеттім Дамып кетті Енді қазір Бұлардың Ауызықты Алмайтындай Бір дәрежеге Жеткен жерлерде бар Енді Бұларыға жаңа Апай айтып кетті Белгіл бір Бостандық Бір уақыт болды Құлдыра Бостық бір кезең болды Сол кезде Неше түрінелері Кірп кетті Құзын жаңағы Сара Олег осын жаңа Қашпиромыз кейгер Құзын көсетті Бір толтыруға тұрсы Ендігі Құлды кезеңті Біз Халқты Дұрыс ақпаратпен Жеткізіп Бұл жаңағы Рухани Қажеттілігін Адамдардың Бұл жаттандыруымыз керек Бостық Болмау керек Ол үшін біздің жаңағы Негізгі Меніменді Салтта сүр Көпінесіне Менің магистрлік Диссертациям Қазақ әдет құрыпының Исламның Қазақ әдет құрыпыны әсері болады Біздің әдет құрыпымызды Дәртте Арқылы Біз Исламында Негізгі дәрттеген боламыз Біз әдет құрыпыныңызды Жаңағы Бұл жетте Негізгі Дүннің Мазымының Бір тұрстап түсіндері білсек Негізгі Дүндердің Қақ дүндердің Негізгі Мақсаты Адам жатты Екі дүнеде бақытты болуын Еш бір дүн айтпайды Басқаға бір зұғындық жаса деп Исламда да айтады Ең Нағыз мұслыман Басқаға қолымен Тілімен Зияны Тимеген Басқаларға Ең Шынай мұслыман Басқаларға Пайдасы теген Біздің қазақта да Негізі Басқалар үшін Жақсылығына Селіпкер бұл үшін қол үшін Берігі тұрсыған Аб құл жетіп Тағыды Абайымыздың Жақсы өленің бар Едей Өзің үшін Еңбек қылса Өзің ұттыған Хайванын бірі боласын Дей Кешіңіздер Егізде Ауырайтыққа Негізі Өзіңді ғана өйлейтін болса Тек сен Өзің өйлейті Хайванын айырмашылығын жоқ дей Адамызаттың қарыз үшін Еңбек қылса Алғанын үшіген Құлы боласын дей Адамызаттың қарызыне Бір-біріне Жақсылық Жасылық Кешіре бүлі Негізгі Біз үлкендерімізде Біздің олыларымызда Осы Елшымық қызмет етті Соған Шақырды Сөздеріміздің бәрінде де Осы жақсылыққа шақырды Бізде Осы әрбір Азамат ретінде Осы елдің Сіресе жанарда Сіздердің Кәзіргі уақытта Ең ғасты айтым Күш Ақпарат Журналистикар деген Кәзіргі Күш құтыр Елге Жақсылықты Тұрс Ақпаратты Жеткізе білу Жеткіздек Баңызды Жаңа айтқанында Бұл жерде Біз өзіміздің Мүндетімізді Атқарған боламыз Елге Халққа Қызмет еткен боламыз Және Рухан Діней тұрғыдан да Сұғапқа Кенерген боламыз Бірақ Жаңа айт ұтқанында Ден мәліселесінде Өте Мұқият Бұл Жеткізмі мәліселесінде Қателікке Бұл Мұңызды Как мы видим Галымбек Очень хорошо Рассказал нам Именно гуманистическую Духовно-нравственную Сушность Ислама На которую Необходимо В первую очередь Обращать внимание Журналистам При освещении Проблем Ислама И в этом отношении Можно обращаться К хадисам Потому что В хадисах Это кладезь Вот именно Духовно-нравственного Знания Это примеры Благочестия Пророка Мухаммада И первых четырех Праведных халифов И мне В хадисах Нравится Очень много Примеров Связанных Именно С духовно-нравственными Аспектами Ислама И вот я хочу В качестве Примера Привести Один из хадисов Следует сказать Что Правоверные Халифы Они Непосредственно Соревновались Друг с другом В совершении Как можно Больше Вот таких Вот благочестивых Деяний И однажды В такой спор Вступили Халифы Абу-Бакр И Омар И однажды Халиф Омар Увидел Что Абу-Бакр В одно и то же время Куда-то Уходит И приходит Через Определенное Время Через часа Два И он Решил Проследить За ним И когда Он Пошел Скрываясь За ним Он увидел Что он Зашел Ну в такой Вот Низенький Дом Который Вот-вот Может сравняться С этой землей Он Зашел Туда Некоторое Время Побыл И вышел И следом За ним Когда Абу-Бакр Удалился Зашел Халиф Амар И что Он увидел Он увидел Одинокую Старушеньку Которая Сидела У окна И пыталась Делать Какие-то Движения Непосредственно Простирая Руки Вперед И тогда Халиф Амар Сказал Скажите Кто тот Человек Который Только что Вышел От вас И тогда Она сказала Я не знаю Кто он Но я знаю Что он Лучше Всех Моих Сыновей Почему А потому Что он Оказывается Ухаживает За Вот Этой Женщиной Он Ей Готовит Он Ее Кормит Он Непосредственно Убирает Дома И так Далее То есть Делает Все те Действия Которые Обязаны Были Делать Дети Вот Этой Женщины Но к Сожалению Они Покинули Ее Потому Что Она Была Оказывается Слепа Когда Она Обернулась К Халифу Омару То у него Чуть ли не Остановилось Сердце И он Тогда Со слезами Вышел От Этой Старой Женщины Подошел Затем К Абубакру Нашел Его И Сказал О Абубакр Ты Самый Славный Из тех Людей Которых Я Когда-либо Знал Я Преклоняюсь Перед Тобой И Признаю Своё Поражение Вот Видите И таких Примеров Связанных Непосредственно С самим Пророком Мухаммадом Непосредственно Связанных С праведными Халифами Можно Приводить Сколь Угодно Много Если Мы Например Обратимся К личности Пророка Мухаммада То Мы Можем Вспомнить Например Такой Пример Тоже Взятый Из Хадисов Один Правоверный Мусульманин Решил Ну Так Сказать Сделать Подарок Пророку Мухаммаду И Принес Очень Большую Чашку Свежего Винограда Собрав Его Со Своего Огорода И Тогда Сада Вернее И Тогда Пророк Мухаммад Начал Есть Этот Виноград И Хвалить Его Понимаете А Довольный Непосредственно Мусульманин Стоял Что Он Хоть Как-то Смог Угодить Пророку Мухаммаду Это Были Тяжелые Для Мусульман Период Когда Голод Свирепствовал Непосредственно В Исламской Уме И Когда Он Закончил Есть Виноград И Отдал Пустую Чашу Этому Мусульманину И Тот Ушел Тогда Все Его Сподвижники Сказали О Пророк Мухаммад Ты Никогда Так Не Поступал Ты Всегда Делился Той Едой Которой Тебя Угощали На Что Пророк Мухаммад Сказал Вы Знаете Виноград Такой Был Кислый Что Невозможно Было Его Есть Но Я Решил Его Сесть Чтобы Угодить Вот Этому Человеку Что Он Пришел Ко мне С таким Открытым Сердцем С такой Радостью И мне Было Тяжело Именно Сказать Что Этот Виноград Горький И я Испугался Дать Его Вам Чтобы Вы Не Выказали Непосредственно Вот Этого Обстоятельства Перед Непосредственно Этим Человеком Извините У меня Пишут Низкий Уровень Заряда Сейчас Я Включу Этот Заряд Вот Таких Примеров Непосредственного Такого Праведного Духовно Нравственного Отношения Со стороны Непосредственно Самого Пророка Мухаммада И Непосредственно Первых Праведных Халифов Можно Приводить Сколь Угодно Много И в этом Отношении Голымбек Прав Что Именно Религия В лице В частности Ислама Есть Первую Очередь Нравственность А что Нравственность В широком Понимании Это Духовность Наша А что Такое Духовность Духовность Это Наша С вами Возможность Отделять Добро От Зла Посредством Второй Нашей Сигнальной Системы А это Сигнальная Система Наша Это Есть Голос Совести И не Случайно Когда У пророка Мухаммада Спросили А что Страшнее Смерти На что Пророк Мухаммад Сказал Потеря Совести Вы понимаете И в этом Отношении Ислам Это Совестливая Религия И совесть В исламе Как и В другой Религии Как и В духовной Культуре Человечества Выступает Регулятором Наших Поступков И когда Мы говорим О религии Об освящении Религии Мы в первую Очередь Должны Понимать Не институциональную Форму Проявления Религии А в первую Очередь Религию Понимать Как духовно Нравственное Учение Мененде Был жидет Крикпетен Жанна Мысалға Айтыкпетту Апай Жузымды Алпкеген Сахабаны Мысалға Біз Осы Жузымды Алпкеген Сахабаны Атын Білмейміз Неге Жаңа Айтық Онында Біздің Дінімізде Онында Негандардың Атыт Аталмаған Білмейті Негізе Жақсы Бір Ниет Пен Алпкелді Бірақ Жаңағыда Жузым Ашы Олды Бұнында Жузымы Ашы Айтарып Берген Жоқ Өзі Жейді Басқыларға Беремеді Бірақ Онында Жақсы Немен Шығарып Салды Бұл жерде Нені Көрсеткен Жоқ Осында Пайғамбарымызға Байланысты Осында Бұр болған Охиға Пайғамбарымыз Өзінің Сахабаларымен Бір жерде Намазын Уақты Бұл келетті Намазға Барлыға Тұрау Құш Намазға Барлыға 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 Осын Клешіңіздер Бұна Етші Бұл жағымыз Иш шығады Бір байқамай Бір желжбек қойған болады Сосын Кейін Барлыға Намазға Тұрап Кететінгізде Түйінің етін Жегендер Дәрет алсын Дейтті Намазы қойшын Дәрет алу Бұл жерде Барлыға 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 Дәрет алады Негізі Бір етші Дәретті Бұзбайды Бұл жерде Бір пайғамбарымыз Қырағылығы Бұл жерде Бұл жерде Бұл жерде Бұл жерде Дәретті Бұзылы Бұл 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 б Продолжение следует... 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 Но это касается «Софии», «Хандали», «Малик» и «Онфин» не говорится. «Онфин» не скажет. «Онфин» не скажет. Когда ты знаешь, что если на самом деле украинская пара нужна одна из них, притоксирование, Продолжение следует... 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 Азаматтар, зеленый сарекеттер негізе халпта дурс иммунитет халптастыру. Дурс ақпарат беру ишінде дурс мамандары казахстан бір сөздер шымшық сойса да қасап сойсын дек денді жеткіз үшілер де осы дентанушылар болып үшінде жеткіз етінгізді дентанушылар мен ақыт басып үшінде ойдамын. Өте дұрыс айтып жатқан мәселер. Біз білеміз қазір бізде глобализация жақандан жақандыру дейміз цифровизация дейміз көптіген нелер. И осы жақдайларда діни үйімдар қалай жұмыс жасайды? Мысалы дүн осы құбылысын үшінде қандай орын алады? Глобализация мәселерлерді, цифровизация? Глобализация? Инді үшінде глобализация саманға сай аек үрлю үшінде әретеді үшінде өзгерске үшінде Продолжение следует... 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 Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Сон шалтты, жаналы, бағына да айты жібердім, айттым, динның күштілігі сон шалтты өзін-өзін күрбантыққа дейін жіберіп жады. Бұлда сныптің бен барлып сағатыр ол бан. Соны, ондайға барды тұтпал динның күшінің және осыны дұрс жолда айдалану. Енді ол бастан біздің айтым жатқан мәселемінің бәрліға Исламын тұрғыдан. Ислам таңыншылуғасы Исламын тұрғыдан айтыр. Сон ол бастан жаратылған адам-атамыздың өзі тайған бар. Олда баңыз бәріп күшінді динде жеткіз үші. Аллах жеткіз үші. Дин біздің рухымызды қанағаттанды ұшы. Қысқаша айтқан ездер. Рахмет ғалымбек өте сондайнақты манызды бұлды сіздің жауабыныңыз. Құрытың жауабының бірейін. Я хочу тоже ответить на вопрос о том, почему в наше цифровое интернет-компьютерное время религия продолжает сохранять свои прочные позиции в нашем обществе. И в отношении этого я хотела бы привести одну притчу известную, хрестаматиную. Человеку снится сон, и кажется, что он умирает. И в процессе этого умирания он проходит все те этапы, которые описываются в книгах мертвых. Он проходит через темный туннель, а потом в конце этого туннеля видит непосредственно свет. Там его встречают ушедшие на тот свет непосредственно родственники, друзья и так далее. И где-то в отдалении он видит светящееся существо все в белом. И его душа стремится вот именно к этому существу. Это существо есть Бог. И тогда человек подходит к нему и идет вместе с ним вдоль очень большой реки, которая называется река Лета. И впереди они видят большие ворота. Это непосредственно ворота рая. И когда они подходят к этим воротам, человек просит Бога и говорит, о Боже, дай мне оглянуться и посмотреть еще раз на лету своей жизни, то есть на годы, прожитые им непосредственно на земле. Бог разрешает. И что он видит? Он видит на песке отпечатки двух непосредственно следов. Но тогда, когда жизнь его была очень тяжелой, когда он стоял буквально в пограничной ситуации между жизнью и смертью, там всего отпечаталась одна пара ног. И тогда человек, обращаясь к Богу, говорит, о Боже, ты же обещал мне, что когда мне будет очень тяжело, ты не будешь бросать меня. И тогда Бог, обняв человека, говорит, о дитя мое, я в тебя в те периоды, когда твоя жизнь была обречена, когда ты хотел раньше времени на вот этот свет, я тебя нес на руках. И вот именно вот это, ну как сказать, состояние человека, вера от Бога, что он именно в такие моменты поддерживает его, помогает сохранению вот этой самой религиозности. Это один аспект проблемы. Второй аспект проблемы связан непосредственно с верой в потусторонний мир. Правда ведь, Холымбек? С верой непосредственно в то, что душа человека не умирает. Проблема веры в реинкарнацию и так далее. И, конечно же, проблема смерти. Вы даже спросите 100-летнего старика, хочет ли он на тот свет. Он скажет нет. Он хочет лишние, так сказать, часы непосредственно провести на этой земле. Я знала вот таких вот людей в очень таком вот возрасте. И когда у них спрашиваешь, как ваше здоровье, они говорят, не дождешься в этом отношении. Понимаете? То есть жизнь земная, что ни говори, это все-таки определенный дар. И этот дар необходимо оценить. И религия, она помогает человеку вот в этом. Помогает верой непосредственно, понимаете, вот в эту жизнь. И верой в то, что человек, уйдя из этой жизни, он полностью не умирает. Что душа его сохраняется. И вот именно страх перед смертью, я как-то вам читала лекцию, говорила об этих причинах, оно помогает непосредственно сохраняться религии. И, конечно же, когда мы говорим о религии, религия – это гуманизм, религия – это нравственность, религия – это милосердие. И религию, безусловно, нельзя еще, так сказать, отождествлять с институциональными формами ее проявления. Вот вкратце то, что мы хотели сегодня вам сказать и донести до вас непосредственно. Узловые, сложные проблемы, связанные с религией, особенно с исламом, поскольку, к сожалению, с исламом связываются различные негативные вызовы глобализации сейчас. Это различные терроризмы, экстремизмы, радикализмы и так далее. Но об этом вопрос должен быть отдельным. Почему именно с исламом это связывается, а не с отдельными, так сказать, течениями другими религиозными? Хотя и в христианстве есть тоже терроризмы, и в других непосредственно религиях. Но больше всего от этого страдает ислам, который абсолютно никакого отношения к этим бесчеловечным различным проявлениям, так сказать, радикализма, экстремизма отношения не имеет. Вот позвольте на такой ноте, что ислам и вообще религия – это в первую очередь гуманизм, что мы к этим феноменам должны обращаться с особой осторожностью, соблюдать, как я уже сказала, определенную политкорректность в освещении этих проблем, закончить нашу с вами беседу. Я хочу от своего имени и от вашего имени поблагодарить Голымбека за столь содержательное выступление, за то, что он мог изложить такие сложные вопросы. Я слушала его выступления, в смысле с 7 часов я подключилась и слушала выступления его после этого. Они были наполнены особой глубиной, понимаете? Поскольку перед вами выступал действительно теоретик непосредственно исламовидения. Позвольте поблагодарить его и поблагодарить вас за то, что вы терпеливо, так сказать, провели непосредственно три часа за обсуждением этой сложной проблемы, проблемы освещения религиозной проблематики в средствах массовой информации. СМИ и религия, они выступают самодостаточными социальными феноменами нашего казахстанского общества и занимают достойную, я сказала бы, в отношении журналистики особенно, достойную нишу в нашем обществе. А религия, безусловно, без журналистики тоже не может. И мы доказательства этого видели, Голымбек нам говорил, что в настоящее время исламские буквально все наши организации активно пользуются интернетом, цифровыми технологиями и тоже самое можно сказать о всех религиозных направлениях нашего государства. Большое вам спасибо. Если будут вопросы, вы можете задавать организаторам и через них получать ответы на животрепещущие проблемы религии ислама. Большое вам спасибо. Голымбек вам особенный. Ага, Рахмед. Спасибо.